Я сегодня с вами поговорю про очень простую вещь. Я буду говорить про то, как я вот оказался здесь перед вами на самом деле, потому что все, о чем я буду говорить, меня шаг за шагом вело к тому, что я вот стою здесь перед вами, вещаю в пространстве, которое сделано мной с моими друзьями, с администрацией КПИ совместно. И, возможно, вам в чем-то моя история будет поучительна, возможно, в чем-то нет. Поэтому не судите строго и, наверное, начнем. Значит, начинал я в КПИ очень, скажем так, ну, первый раз скажу, чем я занимался в КПИ. Начинал я с такого прекрасного проекта, как «Единая поляна». И единственной нашей целью было это сохранить наш сквер поляна чистым, вот серьезно. И сохранить его там от всяких плохих ребят, чтобы действительно КПИшники его использовали по достоинству. Я, ну, скажем так, попал туда где-то, вот, когда я перешел на второй курс. Второе, чем я занимался, это я был дежурным в пространстве башни. Так, как говорит Круз, вот я пришел в компанию и просто начал работать там, подавать кофе, условно говоря, и изучать то, как работает компания. Вот я пришел в пространство башни и начал учить, как работает пространство. На тот, ну, частично, частично я являюсь частью команды «Лампы» в некоторых моментах, потому что я учусь на этой кафедре, где базируется этот проект. Я, вот, прекрасный вот этот логотип, который вы видите, тоже рисовал я. Еще очень много там фотографировал, помогал и просто вот с ребятами общался. И, наконец, наверное, проект, которому я посвятил больше всего времени, это примерно 2 года своей жизни. Это проект «Белка», который мы создали с моими друзьями Костей Левицким, Димой Дроздом и совместно с еще очень-очень многими людьми. И вот этим проектом вы можете лицезреть нашу работу вокруг себя. Надо понимать, вначале я сказал, что мы будем говорить, какими вот своими навыками, вот там было написано, какими навыками будем помогать, вы можете помогать КПИ и как вы можете найти себе друзей и свое место в КПИ. Моим навыком был дизайн, графический дизайн, все очень просто. В 2013 году, будучи еще в 11 классе, мне повезло попасть на такую штуку, как Helvetica World Metap, который проходил в Киеве и организовывался моим товарищем. И вот где-то примерно с того времени я начал заниматься графическим дизайном. Я попал в экосистему от графического дизайна, и она мне очень не понравилась. То есть мне понравилось то, что делал дизайнер, и мне очень не понравились дизайнеры. На тот момент передо мной стоял выбор, куда идти, учиться графическому дизайну или идти в КПИ, потому что у меня были такие склонности к математике, физике и так далее. Имея друзей в КПИ, уже которые его закончили, мне посчастливилось все-таки выбрать не дизайн, как свою, вот именно кем я буду в дипломе, а быть инженером. Но так складывается вот по ходу учебы, что я понимаю, что в итоге я все равно буду дизайнером, никуда я от этого не убегу, и эта вещь меня не отпустит. Но то, что я попал в КПИ, я не жалею, не жалею до сих пор. То есть я вам вот честно сейчас заявляю, я, скорее всего, не буду работать по специальности, но я не жалею, что я поступил в КПИ. Ну вот, каждый из вас сейчас, в данный момент, вы уже поступили в КПИ, и вот вы сейчас на первом курсе, я вам реально не советую заниматься ничем, кроме учебы. Вот я серьезно. Вот на моей кафедре есть вот такие истории, я не шучу. И это правда. В КПИ это реальная правда, что есть люди, которые поступают по 2-3 раза на первый курс, недоучиваются и так далее. Если вы хотите остаться в КПИ, если вам очень нравится, может вы не понимаете вот то, чего вы учите, я вам советую подсобраться и дотянуть первый курс, и потом только решать. Хотите вы продолжать учиться в КПИ или нет? Потому что я только на втором курсе, мне повезло встретить тех людей в КПИ, которые мне действительно открыли его с той стороны, с которой я его знаю сейчас. Вот КПИ, вот каждый из вас сейчас, вот пройдет 2 недели, я вам серьезно, я поступил, у меня на кафедре очень тяжело учиться. Первые 2 недели матаная физики, я ходил вот так вот с опущенными руками и думал, господи, куда я поступил, что я буду здесь делать, я тупой. Я серьезно так думал. И вот может случиться с вами вот такая история, но вы должны реагировать на нее только вот так. Вот именно, всем своим проблемам говорите вот именно вот это слово, не сегодня. Сегодня я сделаю, сегодня я добьюсь, сегодня я смогу, я КПИшник, я буду делать сегодня то, что я должен сделать. Я объясню вам этот тезис на своем примере. Я закончил первый курс и понял, что мне, ну, я, как бы, мне интересно то, что я учу, но не все. То есть мне интересно, это как какая-то наука, но в науку меня не тянет. Инженером я не хочу быть, я реально, я представил себе быт инженера, у меня были друзья инженера, и сейчас есть, слава богу, я не хочу быть инженером. Я просто взял свою попу в руки и пошел в одну компанию, которая занимается соцопросами. Я работал два месяца, летом, летом, не во время учебы. Из них у меня было 4 выходных, и я работал по 11 часов в день. Все для того, чтобы накопить деньги на то, чтобы купить себе ноутбук и начать заниматься дизайном уже по-взрослому. И самое главное, ну, то есть, как дальше складывалась моя судьба. Я весь первый курс, хоть я активно не участвовал ни в каких проектах, я очень много комментировал записи на вот этом паблике. Все, думаю, его знают, очень многие поступили в КПИ именно благодаря ему. И меня начали замечать активные ребята, ну, то есть, что я излагаю достаточно интересные мысли, но как-то вот какой-то я ноунейм парень, который вот как-то непонятно где. И такой парень, как Сережа Довгополый и Саша Беленко, это выпускники факультета ФИФТ, они пригласили меня вот в проект Единая Поляна. В Единую Поляну меня пригласили как одного человека, как дизайнера. То есть, им реально нужен был дизайнер. И это первая картинка, которую вот я сделал в КПИ, когда я вот начал делать дизайн для КПИшных вещей. В тот момент прошел день первокурсника, и Поляна была очень-очень такой, скажем так, загаженной. И мы решили провести акцию по уборке вот этого сквера, и это был такой вот мотивационный постер для ВКонтакте, для того, чтобы вот как-то мотивировать КПИшников, давайте вот, ну, пусть КПИ будет чистым. В этом проекте я провел примерно два с половиной месяца. Мы постоянно грели какими-то идеями, мы ничего не доделывали. Вот там было много разных классных КПИшников, с которыми мы делали очень классные, интересные вещи, но мы их не доводили до конца. Мы загорались идеей, проходило две недели, мы ее забрасывали. Опять новая идея, опять две недели, опять забрасывали. И мне как-то это в какой-то момент поднадоело, и я пошел к ребятам, которые, как мне казалось, занимались делом. Я пришел и просто сказал, ребят, я хочу вот у вас дежурить. Все, больше ничего не хочу. Буду вам помогать. Общался я с Димой Столяренко, его тогда я знать не знал. То есть просто вот пришел, стоит перед мной какой-то потлатый парень и говорит, ну, будешь дежурить вот там в те-то дни, вот так вот открываться, так-то закрываться, вот так включать, так выключать. Я такой, ага, ага, да, окей. И следующие где-то полгода моей жизни прошли вот в этом арт-пространстве. И именно вот в этот момент я начал знакомиться с очень многими КПИшниками, которые на сегодняшний день создали вот с точки зрения низовых инициатив, тот КПИ, в котором мы с вами находимся. И естественно, ну, то есть я не забрасывал дизайн все это время. Это был тот навык, которым я был интересен всем, потому что это единственное, что я умел делать хорошо. И вот этот логотип нарисовал я, но я его срисовал с другого логотипа, который сделал такой дядя, как Андрей Васильев. Это КПИшник, который уже выпустился, он тоже графический дизайнер. И я думаю, блин, чем я буду срисовывать, если я хочу делать свое? И я осмелился на такой шаг, вдумайтесь, я дизайнер, год от роду занимаюсь дизайном, я буду вводить тренды. И я решил сделать вот это. Я решил убрать этот крест, забыть крест, все, будет вот это. И после этого я сделал примерно вот такое количество разных логотипов разным вещам, ну, в КПИ, которые в том числе в школе первокурсника, радио КПИ, бюро находок, белки и так далее. Я их делал бесплатно, просто потому что мне нужен был опыт, ребятам нужны были логотипы, все просто. И, ну, действительно, мне это помогло, мне помогло это найти работу, уже на втором курсе. Саша Томилин, основатель компании Represent, в 2014 году пригласил меня, то есть я был, вот видите, S2014, я был одним из первых дизайнеров, которые попали в эту компанию, пригласил меня работать. Вот просто сказал парень, вот он видел в интернете мои работы, говорит, я хочу, чтобы ты у нас работал. И начал мне платить живые деньги на втором курсе за то, что я люблю, я такой класс, окей, что дальше, вау, я не знал, я не знал, что делать дальше. После этого я вместе с компанией Represent попал на TEDxKiev, как волонтер в 2014 году. И я начал добывать новые навыки. Мне очень сильно была интересна такая вещь, как паблик спикинг, и я начал смотреть, как Рома Зинченко на TEDxKiev готовит публичных спикеров. И мне это стало интересно, это стал новый навык, которому я начал обучаться. Помимо этого мы делали белку, помимо этого мы делали лампу, то есть я помогал ребятам, ну то есть в белке я участвовал полноценно, в лампе я помогал ребятам вот становиться как-то, ездить на первые мероприятия, я их там фотографировал, я обрабатывал им фотографии, я рисовал им логотипы, плашки и так далее. То есть пытался качать их вот визуально в плане соцсетей. И это все привело к тому, что в 2015 и 2016 году, вот то, что я начал прокачивать новые навыки, я стал организатором TEDxKiev 2015, там я участвовал, я делал презентацию, а в 2016 году я уже был полностью заведовал подготовкой спикеров. То есть ко мне приезжали люди, которые имеют там 20, ну там 25, 30, 35, 40 лет от роду, имеют какой-то опыт очень большой работы, и я им рассказываю, как они должны общаться с людьми. После того, как мы провели TEDxKiev 2016, вот все лето у нас ушло на то, чтобы открыть вот это пространство. Это на самом деле было очень сложно, если бы не команда, вот, которой я хочу, похлопайте просто команде, похлопайте администрации, Сергею Анатольевичу, Алексею Николаевичу, Косте, Диме Дрозду. Если бы не эти ребята, и очень-очень-очень много других людей, вот этого бы не было, и где вы сейчас сидите, этого бы не было. Поэтому я сейчас буду заканчивать, и я вам могу сказать, чем один навык, который вы бесплатно будете предоставлять каким-то классным ребятам из КПИ, чем он может вам помочь? Он может вам помочь новыми знакомствами, он может вам помочь, действительно, вы можете из этих знакомств вытянуть для себя новых друзей. Вы однозначно получите огромный опыт. Поверьте мне, у меня не было, ну, то есть в Репрезенте у меня были какие-то заказы, но столько заказов у меня было из КПИ, я вот сейчас работаю бренд-дизайнером, я там работал дизайнером презентаций, и бренд-дизайн я изучал именно на кейсах из КПИ. Я тупо брал и делал бесплатно людям логотипы, и просто делал, делал, работал, и рос как профессионал. Естественно, вы получите новые навыки. На сегодняшний день я уже занимаюсь подготовкой спикеров, достаточно профессионально, то есть некоторые люди, которые про меня слышали, уже обращаются ко мне и просят меня помочь. Помимо этого, то есть я планирую и дальше заниматься TEDx, если повезет. Вы набьете себе портфолио огромное, то есть у вас будет из чего выбрать, что показать людям, чем вы занимаетесь, и действительно вы не тратите время зря, то есть вы параллельно со своей учебой, а может быть это будет ваша профессия, которую вы учите на факультете, это будет еще круче. Вы будете прокачиваться и показывать готовый результат, у вас будут появляться какие-то свои заказы, или же вы сможете их показать в компании. И в конце концов вы сможете стать тем человеком, которым вы хотите быть. Не просто вот которым вас там заставляет быть министерство образования, там мама, папа, я не знаю, еще кто-то. Вы получите диплом, потому что вы будете учиться, потому что вы не дураки, и вы будете параллельно с этим делать то, что вам хочется, и дай бог, чтобы это совпало с тем, чему вы учитесь в КПИ. Так что все, что я вам могу пожелать, это учитесь, работайте над собой и любите КПИ. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КПИ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ